Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами изучать послание апостола Павла к фессалоникийцам и делаем небольшие комментарии для библейского портала экзегет. Сегодня мы с вами обратимся к первой главе. Напоминаю, что апостол Павел пишет свои послания по определенному формуляру. И сегодня в первой главе мы столкнемся с его первой частью, так называемым пресс-скриптом. Когда мы с вами пишем письма, а сейчас это стало все более экзотичным занятием, мы обязательно пишем кому, куда и так далее. Вот пресс-скрипт послания включает в себя, во-первых, кто и кому отправляет это послание или это письмо. Первый стих первой главы. Павел и Силан и Тимофей, церкви фессалоникийской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Давайте с вами разберемся, почему апостол Павел так приветствует, и почему не просто Павел, и почему он не пишет себя апостолом. Ведь во всех остальных посланиях Павел обязательно указывает свое апостольское достоинство. Итак, это послание наиболее раннее. И мы знаем с вами, что апостол Павел оставил в Фессалониках для того, чтобы утверждалась Церковь Божия, Силу или Силуана и Тимофея. Поэтому фессалоникийцам эти имена очень знакомы. Более того, нужно отметить, текст послания — это некая общая мысль церкви. А общая мысль церкви не может выражаться в лице одного апостола Павла. Конечно, по факту автором этого послания является апостол Павел. Но Силуан и Тимофей находятся в едином духе с апостолом Павлом, в единой мысли с апостолом Павлом, и как раз-таки это подчеркивается данным стихом. Дальше. Церковь фессалоникийской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Итак, церкви бывали очень разными. Церковь или экклесия по-гречески могла быть экклесия любителей кораблестроения, экклесия любителей порядка в городе и так далее и тому подобное. А вот церкви в Боге Отце и Господе Иисусе Христе — это некий символ веры, это некий маркер того, что это отправляется не просто небольшому объединению людей по интересам, а отправляется в церкви как части тела Господа Иисуса Христа, которые верят в Бога Отца, в Бога Отца верят и иудеи, и Господа Иисуса Христа. Если мы с вами вспомним, что Христос — это не фамилия Иисуса, а это по-еврейски Мессия или Машиях, то мы с вами понимаем, если я верую в Бога Отца и признаю Господом, Господином Иисуса, еще и Христом, то есть Мессией, Посланником Божьим, то значит я в Церкви Христовой. По крайней мере, тогда некий от церегородского символа веры, который мы используем сегодня с вами в богослужении и в наших келейных правилах, не существовало, и нужно было как-то понять, о какой церкви идет речь. Дальше апостол Павел предлагает своим слушателям следующее приветствие. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». В его общине есть как иудеи, иудео-христиане, так и языко-христиане. Язычники привыкли в неком стиле эпистолярном римском приветствовать друг друга словом «радуйся». На латинском это звучит как «сальве», а на греческом это звучит как «хэре», а «благодать» — «харин». То есть апостол Павел использует похожее слово «благодать». Но здесь «радуйся просто», а здесь он им желает даров Божьих, благоволение Божие. Благодать по-разному, конечно, воспринимается на страницах Священного Писания. И мир. А что такое мир? Евреи друг друга приветствуют. Шалом. Шалом алейхам. Арабы приветствуют друг друга тоже этим древним приветствием. Салам алейкум. Шалом или некий такой достаточно грубый перевод на греческий язык. «Ирини» — «мир» преподается. То, что ожидает каждый — покоя, мира в Боге. Это нечто большее, нежели мирность. Это нечто постоянное. И кто же может дать благодать и мир? Бог Отец и Господь наш Иисус Христос. Конечно же, только от Бога исходит истинный, подлинный покой. Истинная и подлинная благодать. Далее апостол Павел начинает молитву. Ну а какое дело можно начать без молитвы? «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви, и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше возлюбленное Богом братья». Давайте с вами обратим внимание здесь на следующее. Понятно, апостол Павел благодарит за ту общину Бога, которая приносит ему добрые вести. Все хорошо, церковь развивается, он радуется о духовных преуспеяниях своих чад. Но вот здесь удивительная вещь. Апостол Павел благодарит Бога, памятуя дело веры, труд любви, терпение упования. Здесь, наверное, легче использовать более адекватное прочтение не терпение упования, а терпение в надежде. Но дело веры, ведь мы с вами воспринимаем веру как чувство. Как может быть делом вера? На самом деле это перекликается со словами апостола Иакова в его послании, когда он говорит, апостол, о том, что вера без дел мертва есть. Вера без дел, она бесчувственная, неинтересная, она черно-белая. Труд любви. Наверняка каждому известно, что чувствами любовь не ограничивается. И если человек говорит тебе о своих чувствах, но за этим не стоит никакого дела, то его слова подвергаются сомнению, и они становятся противны слушающему. Поэтому дело веры и труд любви. Любовь — это труд. Это действительно длительное, ни на что не очень легкое служение. А вот терпение упования. Что это значит? Апостол Павел говорит о том, что есть добродетели среди христиан. Вера, надежда, любовь. Но любовь больше из всего этого. Так вот, действительно, вера — это фундамент, на котором мы основываем свои христианские добродетели. Любовь — это то наполнение жизни, которое позволяет нам быть подобным Богу, потому что Бог есть любовь. А вот надежда. Человек, живущий без надежды, очень быстро высыхает, очень быстро отчаивается. Но надежда в нашем понимании — это или упование. Надежда — это то, на что мы надеемся, но что может не случиться. В христианском понимании, в стилистике апостола Павла надежда — это то, что точно случится. То есть надежда о воскресении мертвых — это уверенность в том, что это случится. Но некое ревностное ожидание этого события, возможность его приблизить, возможность быть сопричастным этому событию. Ну, пойдем дальше. Далее идет подчиненное предложение. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но в силе и в Святом Духе. И со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы у вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих Македонии и Ахаии». Итак, благовествование апостола Павла и его спутников было не только в слове, но в силе и Святом Духе. Мы с вами вспоминаем слова из Евангелия о том, что Христос, когда проповедовал, он как власть имеющий, так говорят о нем слушатели. Его слово было сильным, его слово было укреплено Духом Святым. Нам с вами сложно это ассоциировать с чем-то в нашей обыденной жизни, потому что, хотя и Святым Духом всякая душа оживится, но вот какое-то непосредственное действие Святого Духа в слове человеческом не всегда нами воспринимается или ощущается. Мы это не всегда видим, мы не всегда можем это идентифицировать. Поэтому здесь апостол Павел говорит о собственном опыте. Со многим удостоверением происходит это благовествование. По всей видимости, это были исцеления, это была действительно сила привлечения людей к этой проповеди. Ведь вообще христианство это уникальное событие в человеческой истории, когда за небольшой промежуток времени вера Христова распространяется по лицу всех провинций Римской империи. И более того, она имеет большой вес и представляет даже некую опасность в глазах императора языческого и языческих жрецов. То есть небольшая, как казалось раньше этим людям, иудейская секта вдруг распространяется на лицо всей Римской империи. И верующие фессалоникийцы стали образцом, неким иконой для жителей Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо они сами сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небесе Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Здесь удивительная черта апостола Павла. Мы, наверное, в предыдущих видео уже говорили об этом. Павел использует большие города, столицы обычно, каких-то областей для того, чтобы проповедовать там. И оттуда весть о Христе начинает распространяться все дальше и дальше. Это удивительная и очень продуманная схема. Апостол Павел не заходит в слишком маленькие селения, потому что это затрата времени, затрата сил, и в то же время опасность гонений еще больше. А вот если ты придешь в большой город, люди приехали на рынок, люди приехали там торговать, и узнав о Христе, они несут это в свои маленькие семьи, большие семьи, в свои села, в свои деревни. Они разносят это по лицу всей земли. И вот апостол Павел говорит, что куда бы он ни пришел, а он уже пишет это из Коринфа, люди знают о фессалоникийцах. Такой был славный город Фессалоники. Но вот что интересно, здесь он аккуратно напоминает, для чего они обратились от идолов. В предыдущем видео мы говорили, что апостол Павел, он тонкий психолог, он понимает, что человеку, обратившемуся от идолов, очень хочется вернуться туда. Понятные, иногда связаны с детством, с юностью, с расцветом сил. Край вот этих языческих жертвоприношений, красивых каких-то шествий, оргий и прочего, и прочего. К сожалению, язычество привлекало человека со всех сторон абсолютно. Так вот, для того, чтобы туда не вернуться, нужно помнить, для чего ты оттуда ушел. И вот апостол Павел аккуратно это напоминает. Он напоминает это, как будто бы рассказывая о том, а как проповедуют, как им рассказывают те, кому они приходят снова и снова. И фессалоникийцы чувствуют, что они хорошие люди, они молодцы, их церковь славится своей верой. И вот чтобы не постыдиться, не ударить в грязь лицом, они будут продолжать это делать. Здесь нужно обратить внимание на наших святых отцов-аскетов. Если я не ошибаюсь, то преподобный Ефрем Серин говорил о том, что похвалить человека за ту добродетель, которую он еще не имеет, и он ее приобретет. Действительно, за что ты похвалил человека, то он с большим усердием будет принимать. Апостол Павел напоминает им о нашей вере, о вере и ожидании грядущего Мессии, о ожидании Второго Пришествия. О последующих темах, которые раскрыты в других главах посланий к фессалоникийцам, мы с вами узнаем несколько позже в других видео для библейского портала «Экзегет». Спасибо всем вам за внимание и желаю всем нам Духа Премудрости, наставляющего нас на изучение священных текстов. Спасибо. 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 Спасибо.